всем привет дорогие друзья с вами снова я донали и сегодня у нас будет очень немножечко грустненько и ностальгическое а кому-то достаточно понятное видео которое расскажет вам что происходит в ссо самого его основания а точнее что становится слушать ми если честно я пытаюсь попытаюсь с это вот в таком вот тоника персонаж разговаривает потому что ну хочу я так попробовать и за заранее извиняюсь что если что-то может не получиться так как я это делаю в первый раз так что давайте наверное последуем и я покажу вам как на самом деле печальная ссо для лошадок давайте начнем с самых и самых самых первых основ я конечно их застала недолго но постараюсь вам просто подробненько объяснить я думаю в принципе даже без слова просто посмотра это вы поймете о чем идет речь о я хочу вот эту лошадку ты шутишь он уже устарел тебе нужен мустанг о смотри какого милого хаффлингера выпустили я обязательно куплю его нет я не понимаю этого зачем тебе какой-то старый хаффлингер он уже не актуален бери лучше гонавира ой какой классный конемара он превосходен в иске я точно должна его взять о боже что ты несешь какой конемара они уже устарели бери лучше нового андалуза какой классный квоттер хорс обожаю эту масть я обязана его купить фу ну зачем тебе устарелый квоттер хорс возьми лучше тинкера светлого я только недавно добавили и он намного лучше твоего квоттер хорса эм ребята но как бы вам сказать ваши кони вообще-то тоже устарели уже лохматиков как бы выпустили поэтому ваши кони тоже уже устарели вот именно так оно и происходит к сожалению как только выпускается новая лошадь предыдущая автоматически становится не актуальны устаревшие и никому не нужны к сожалению я не понимаю этой логики потому что лошадки для меня каждая своя прекрасна и как бы здравствуйте тут очень большое количество пород еще не выпущенных поэтому спустя даже несколько месяцев после выхода самой последней породы появится следующая и то что было до этого автоматически становится не актуальной как же мне жалко лошадок допустим ту же самую ситуацию с квоттер хорсами и тинкерами их выпустили совсем совсем недавно но к сожалению они уже не актуальны потому что выпустили других лошадей я вот спрашиваю какая это логика почему так работает мне так хочется кричать на помощь для бедных лошадок потому что это очень грустно причем неважно какая порода я вам вначале привела допустимый очень простой пример что допустим выпустили квоттер хорсов но тинкеры были выпущены раньше но так как светло-серый тинкер был выпущен после квоттеров все идут покупать именно его так что на самом деле это какой-то кошмар и я не понимаю этого что же делать вообще самым старым лошадкам которые остались в игре даже будучи с обновленной моделькой они ведь стоят в конюшнях и на них катаются только те кто застал их не время все остальное время этим бедные но классные лошадки будут стоять на ярмарке и к сожалению никому уже не нужными у меня к примеру есть такие лошадки это старый фриз старые началки причем второй версии но кстати если была же лошадка еще и первые версии я бы ее купила как память особенно если я могла бы сделать светом как свою началку старые арабы старые тинкеры просто мне жалко этих лошадок их помнит только те кто на них когда-то катался новое поколение наездников просто не хочет даже слушать об этих породах и об этих модельках и это очень очень неправильно я понимаю желание разработчиков делать и новые модельки обновлять лошадей но что же делать со старыми модельками учитывая то что они сделали со старой моделькой фьорда это вообще не честно потому что раньше самыми милыми старыми модельки модельками считались верды их покупали даже новые участники star stable но после того как их убрали сообщество новых наездников и вовсе перестала интересоваться старыми модельками и я считаю это неправильно наездники ссо интересуются теми лошадьми которыми они когда-то увлекались на которых когда-то катались я вот допустим раньше ненавидела ссо вот честно я его просто ненавидела я ненавидела старую модельку своего коня но в будущем свое мнение поменяла и поняла что это было мое прошлое прошлое ссо которое я к сожалению застала всего лишь три дня я застала все старое но сейчас каждая новая лошадь выпускаемой разработчиками автоматически смещает последнюю до этого лошадь в устаревшие и мне вот интересно если сейчас очень актуальные лохматики хотя буквально еще месяцев несколько назад были актуальны очень даже квотерхорсы англичане и все лошади которые были первые пущены до этого и кстати да ставьте лайк если вас тоже раздражает слишком сильная поворотливость персонажей он вечно стучит сапогами об кафель но не важно что же просто будет дальше со старыми модельками я бы если честно по возможности скупила бы вот если разработчики напишут что они собираются их убирать я бы с радостью все скупила просто потому что я их не смогу наблюдать так как фьордов я до сих пор кстати плачу по поводу того что не смогла скупить всех фьордов и это очень 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 грустненько вот допустим если ты смотришь это видео и ты новый игрок в star stable напиши пожалуйста в комментариях как ты относишься к тем лошадкам которые стоят на ярмарке с учетом того что ты к примеру никогда не видел старые видео по star stable ты никогда не смотрел как кто-то на них катается видео или в каком-то обзоре вот сам просто зайдя на ярмарку ты захотел бы купить на свои единственные искать старую какую-либо модель или же побежал бы покупать новую красивую обновленную лошадь которую интересуются все клубы которые все советуют и которые все говорят тебе купить для занятий выездкой или конкуром неважно какое направление в клубе просто потому что это классная моделька заметьте сейчас уже мало осталось клубов те у которых есть морганы у которых есть старые квоттеры да даже по моему уже не осталось клубов в которых клубная лошадь это хаффлингер хотя хаффлингеры с мустангами раньше были очень популярны и это кстати я помню по моему единственные лошади которые несмотря на то что они вышли друг за другом они были актуальны вместе и я за это время очень обожала потому что все катались на мустангах на хаффлингер а ну еще и на англичанина это было просто прекраснейшее время которое я помню а сейчас ну что будет дальше будут выпускаться новые лошади и даже х лохматики которые мы сейчас знают будут уже никому не интересно вот что тогда будет мне очень жалко вот честно жалко эту тактику даже не тактику разработчики ничего плохого не делают они совершенствуются они обновляют нам лошадок но если что кстати не успеваю нажимать это очень тяжело но мне просто не нравится эта логика игроков которые совершенно не интересуются старыми лошадками просто потому что им желательнее купить новое новые игроки вы когда приходите вы очень сильно желаете попасть в какой-либо клуб но это неправильно вы не должны так делать но смысле если вы хотите это ваше дело вам никто не запретит но просто ваше желание найти побыстрее себе друзей так не работает потому что вы проситесь в клуб вы новичок у вас всего лишь несколько левелов руководитель клуба говорит да окей хорошо мы не против новичков игровых но только тебе нужно купить то 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 и вам выдает список почти на тысячу ска с учетом лошади конечно ах да не забывайте что обязательно лошадь которую хотят чаще всего в клубы она продается с девятого или двенадцатого уровня и как обычно форт пинта ее уже быть не может так что если вы не вам не повезло вам придется срочно быстро качаться чисто ради того чтобы купить лошадь и достойно ходить на тренировки это кстати тоже неправильная логика по моему мнению потому что так нельзя меня кстати есть одна девочка в клубе который очень сильно любит старые модельки и многие ее почему-то не понимают но я объясню вам человек знает о тех временах когда были актуальны старые лошадки и она их очень сильно полюбила нет вы не думайте она все также покупает и новых по возможности но у нее столько старых моделек что это прям коллекция полнейшая и это очень классно потому что можешь зайти посмотреть все эти модельки у нее и если честно я не знаю сколько у нее лошадей но их уже очень много ну в общем я могу долго разглагольствовать на эту тему но вроде бы уже всю основную суть вам рассказала не спрашивайте никогда какая последняя лошадь какая лошадь популярна потому что в общем итоге вы сможете ее купить пройдет буквально день-два или может быть даже несколько часов перед обновлением и выпустит новую лошадку которая мгновенно затмит вашу свежую новую купленную лошадь которую вы даже еще не успели начать качать просто сместит ее на задний план поэтому я советую вам смотрите всех лошадей которые есть и в игре может быть даже среди старых моделек вы найдете себе верного друга будь то ли тинкер араб да и даже моргана с англичанами уже вообще старые потому что англичан уже даже обновили а цену снизили на старые модельки это значит что официально они стали абсолютно старой моделью как же меня раздражает движение моего персонажа когда он стоит на месте в общем если у вас остались вопросы какие-то связанные с этим я с радостью постараюсь на них ответить только не сильно не закидывайте меня вопросами от одного и того же человека к сожалению это немножко меня мучает и мне становится просто тяжело отвечать на все ваши вопросы напишите в комментариях мне персонаж подвис напишите в комментариях какая ваша любимая лошадь старой модельки если она таковой и является поясню старые модельки это почти все те лошади что продаются на ярмарке кроме кроме морганов англичан тракенинов и там стоит один пентабиан я буду ждать кстати вашего ответа мне очень интересно почитать что вы написали а на этом наверное я с вами прощаюсь не забывайте тренировать своих лошадок чистить их а также угощать морковкой всем пока удачи вам и до встречи в следующих видео как же меня раздражает когда ты вот так делаешь ты можешь так не делать пожалуйста ставь лайк если тебя это тоже раздражает удачи 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 удачи